Бывают нечасто вот такие местечки, в которых хочется сидеть, в которых полностью расслабляешься. Вот в частности одно из таких мест мы нашли здесь. Называется тайские джунгли. И здесь потрясающая атмосфера. Старый отель. Посмотрите, какая бабочка села мне на ногу. Просто потрясающая история. Да, и опять, и опять. Сегодня у меня для вас, друзья, история очень необычная. Мне даже кажется, что она какая-то может быть из ряда вон выходящая. Кого-то, может быть, эта история повеселит, кто-то расстроится. А вот точно я знаю, что никого эта история не оставит равнодушным. Мне кажется, что это именно так. Вот она какая-то такая, знаете, злободневная. И я сейчас вам ее, не торопясь, постараюсь рассказать. Тот вопрос, который я когда-то себе задавала, а почему вот такие вот истории, они случаются именно со мной? Почему вот этот человек подошел ко мне, хотя там было огромное количество народу? Ну вот я не знаю, почему так происходит, но так происходит, друзья. Так вот, а случилась история, в общем-то, такая. День за днём, день за днём. И вот два месяца пролетели, как один день для меня. И настало время мне уезжать из Паттайи. Это было 30 января. Я уже собрала свой небольшой чемоданчик. Я купила билет на автобус. Я приготовилась. У меня очень удачный рейс в час дня Бангкок-Лондон. Я уже заранее купила билет Бангкок из Паттайи, чтобы мне уже, знаете, точно знать, быть уверенной, что у меня всё в порядке. Я приехала туда. В 9 часов отправлялся мой автобус. Я подъехала где-то, наверное, без 15,9. Как раз успела на посадку. Людей, вы знаете, довольно много было, хотя это обычный день. И я потихонечку вместе со всеми двинулась на посадку в автобус. Посадка на автобус продвигается так довольно-таки быстро и уверенно. И я смотрю, что уже практически половина пассажиров уселись на свои места. Я не захотела быть последней. И я где-то посерёдочке встала и пошла тоже на посадку. И вдруг, друзья, откуда ни возьмись, как называется, ко мне подходит мужчина. Мужчина очень приятный, очень симпатичный. Где-то, наверное, ему лет 40-45, вот так. И он с чемоданом, с таким огромным чемоданом. И ещё к этому чемодану привязан какой-то пакет. Он ко мне подходит и говорит, вы в аэропорт едете? Я говорю, ну да, конечно. Ой, вы знаете, вот у меня такая проблема возникла. Мне нужно передать моему другу в аэропорт вот этот вот чемодан. Не могли бы вы мне помочь? И этот чемодан вот ему передать. Я, вы знаете, как-то вообще настолько было неожиданно. Я даже немного опешила. Ну, думаю, в принципе, какие проблемы. Я же не на себе потащу этот чемодан. Я говорю сразу так, знаете. Да, в общем-то, без проблем. Давайте. Я говорю только, вы знаете, что у меня там не очень много времени. Как там ваш друг? Как он меня найдёт, чтобы он точно подошёл? Потому что я его ждать там особенно не буду. И этот мужчина говорит, да-да-да, не волнуйтесь, он уже будет ждать вас там. Всё в порядке. Мы подходим вместе с ним. Я свой маленький чемоданчик толкаю. Он этот катит огромный чемодан. Мы подходим к водителю. Водитель даёт такие, знаете, специальные бирки на чемоданы. И, значит, даёт там к билету ещё какую-то штучку. Я отдаю свой чемодан, и этот мужчина тоже свой чемодан, значит, вместе со мной. Водитель говорит, что это ваш дополнительный чемодан, значит, платите 20 бат. Ну, сразу же я к мужчине повернулась, говорю, видите, не всё так просто. Он, конечно же, сразу полез в кошелёк, достал эти 20 бат. Да-да-да, никаких проблем заплатил, отдал. Чемоданы эти туда вниз, в багажное отделение, погрузили. И я поднялась наверх в автобус. Казалось бы, какие проблемы. Я поднялась, нашла своё место. Моё место как раз посредине в автобусе, над этим багажным отделением, скажем так. Так я уселась, огляделась вокруг. Настроение прекрасное, вальяжное. После отдыха, сами понимаете. И я вдруг вот смотрю в окно, ничего, как говорится, не имею никаких чёрных мыслей. И вдруг я смотрю, этот мужчина быстрым-быстрым шагом удаляется прямо так, чуть ли не бегом от этого автобуса. Я с недоумением посмотрела вслед этому мужчине. Знаете, и вдруг меня просто как переклинило. Я вдруг думаю, так, подождите, а почему он не спросил ни моего имени? Как-то очень быстро он ушёл, погрузил этот чемодан, понимаете, и как-то просто побежал. Ну вот что-то тут мне показалось очень подозрительно. Хотя я человек доверчивый, но тут со мной началось невообразимое. Моё недоумение, оно сменилось каким-то удивлением, а потом, вы знаете, каким-то ужасным испугом. Вы знаете, пришлось сходить чашечку кофе выпить. Я вот даже сейчас, когда вам всё это рассказываю, я начинаю нервничать страшно. И я почувствовала, что мне нужен перерыв, чтобы продолжить. Но ещё, знаете, вот я вот подумала, если бы это был художественный фильм, вот этот вот рассказ с таким сюжетом, то, скорее всего, что все люди бы были в напряжении, что случится и в самом деле, как произойдёт это всё. Ну а так как вы уже знаете, что я жива-здорова, что вроде как ничего не случилось, но вы представляете, в тот момент, когда я находилась там в автобусе, я же не знала ещё ничего, никакого будущего. В общем, я продолжу, как смогу рассказать вам дальше. Значит, автобус едет, конечно же, мы уже выехали, и нам ехать два часа до аэропорта. Мой испуг, он перерос в дикий страх, а потом даже уже и в панику. Первым делом, хочу признаться вам сразу, что у меня было такое чувство вскочить со своего места посредине автобуса, как раз над этим багажным отделением, и я хотела побежать куда-нибудь в самый конец автобуса, но получилось так, что автобус был весь занят, мест свободных не было. То есть даже вот такое вот моё малодушие, не знаю, как это назвать, но вот я поняла, что мне уже пересесть отсюда не получится. Но потом я стала думать, что если уж взорвётся эта бомба, то какая разница. Всё равно поняла я, что если автобус взорвётся, то люди так или иначе все погибнут. И опять у меня какой-то дикий ужас. Думаю, это они погибнут из-за моей вот такой вот безалаберности, из-за моей такой странной доверчивости. Потом я немножко успокоилась и стала думать, а что я могу в этой ситуации предпринять, нужно же что-то делать. Я подумала, что сейчас, наверное, надо мне подойти к водителю и сказать ему, чтобы автобус остановили и попытаться объяснить, что надо проверить вот тот вот чемодан. Я стала представлять, как я буду пытаться объяснить этому водителю, который тает и который не может говорить, не понимает ни русского, ни английского языка, и что и как я ему могу тут объяснить. И даже если он поймет, что нужно остановить автобус, то, скорее всего, тут начнется что-то невообразимое и, скорее всего, опять же, что все эти люди, они опоздают на свои рейсы, потому что автобус едет в аэропорт и все же собираются куда-то лететь. И я думаю, а вдруг там все-таки обычный чемодан, и это просто моя паранойя меня так довела, и тогда что получится? Получится, что я сорвала полет всем этим людям, и тоже ничего хорошего из этого нет. В общем, друзья, вы знаете, я даже не могу вам рассказать, что со мной происходило все эти два часа, пока мы ехали в автобусе. Я что только не передумала, чего только не представила. Картины в моей голове рисовались одна страшнее другой, и, в конце концов, я так измучилась, так измучилась, что я подумала уже, ну, что будет, наверное, то и будет. Повлиять на ситуацию я не могу, и я могу только молиться, чтобы все-таки все обошлось, и чтобы все-таки все эти страшные мои подозрения, они не оправдались. Я только все время думала, ну, почему именно мне? Ну, почему? За что это все мне? Почему он ко мне подошел? И почему я у него сразу не спросила, что там он в этом чемодане передает? Нужно было попросить, чтобы он открыл этот чемодан, проверить, потому что это, в общем-то, знаете, можно было увидеть его реакцию, может быть, что-то понять. Ну, в общем, мысли у меня тут утроились всякие. И я подумала, вот вместо того, чтобы мне сейчас спокойно ехать, смотреть по сторонам, прощаться с этой Паттайей, наслаждаться этим прекрасным солнечным днем, который так великолепно начался, а у меня вот эта вот паника, у меня какой-то страшный стресс, который взялся абсолютно неизвестно откуда. Почему этот мужчина подошел именно ко мне? Этот вопрос он не давал мне покоя. И чем ближе мы подъезжали к аэропорту, тем более укреплялась моя надежда, что все-таки, наверное, ничего не случится. И все-таки, наверное, мы подъедем, и все будет хорошо. Ну и на самом деле автобус подъехал, стали все из автобуса выгружаться, я потихоньку-потихоньку тоже, значит, двигаюсь к выходу, ну и я выхожу, смотрю, что уже этот чемодан держит какой-то мужчина. Он его уже увидел, схватил, он его держит и стоит, ждет меня. Я на ватных ногах подхожу к этому мужчине, смотрю, у него, я запомнила, что у него на зубах брекеты. И мужчине тоже где-то лет 40, наверное. И я говорю, как вас зовут? Он говорит, меня зовут Дмитрий. Я говорю, Дмитрий, объясните мне, пожалуйста, как так получилось, что вам передали вот этот огромный чемодан? Что случилось? И он говорит, ой, да вы знаете, получилось так, что мы с этим мужчиной познакомились, когда ездили во Вьетнам, и что вот я забыл там у него свои вещи, я торопился, что-то начал там рассказывать, что с ним такое в первый раз случилось, что обычно он очень пунктуальный, ничего не забывает. И вот в конце концов они придумали такую историю, чтобы чемодан просто передать. И вот видите, как все прекрасно получилось. Я стояла на него, смотрела и думаю, ну для вас-то, наверное, прекрасно получилось. А что со мной произошло? Вы себя даже представить не можете. Ну и я, конечно же, ничего ему не стала рассказывать, что произошло со мной, и прекрасно ли это. Я только сказала, да уж, конечно, история интересная, я ее не забуду. Ну и в конце он помог мне с моим чемоданом, он мой чемодан, хоть и на колесиках, но довез в аэропорт, и потом, засуетившись, достал пакетик небольшой, сказал вам, вот это вот за труды к чаю. Я взяла пакетик, наученный горьким опытом, я его сразу развернула. Там оказалась коробка конфет Ферре Роше. Но я даже не сказала ему, что, ой, большое спасибо за коробку, вам абсолютно не стоило беспокоиться. Я этого ничего не сказала. Я просто молча взяла коробку и сказала, да, чай мне, пожалуй, сейчас действительно необходим, а может быть, что-то и покрепче. Вот такая вот история случилась со мной, друзья. Наверное, всё-таки опять какая-то неоднозначная, неординарная. И вот этот вопрос, почему подошёл мужчина именно ко мне, когда там было огромное количество народу, и выбрал он меня, за что мне всё это, так говорится, да? Я бы хотела, знаете что, друзья, я бы хотела, чтобы вы написали своё видение вот этой ситуации. Если бы с вами, допустим, случилась подобная история, как бы вы поступили на моём месте? Точно так же бы ждали, сидели и мучились, или всё-таки что-то бы предприняли, или, может быть, вообще бы не стали этот чемодан брать? Ведь все люди разные, все реагируют по-разному, и вот именно это и интересно. Как бы вы поступили в такой ситуации? Я сразу с самого начала сказала, что, скорее всего, что не останется равнодушных, может, кому-то понравится, кому-то не понравится этот рассказ. Но я уверена, что вы запомните этот рассказ. И для меня, например, было бы очень хорошо, если бы уже в будущем, если такие вот истории случатся с кем-то, то знать, как поступить. Вот на моём бы месте сейчас уже, как говорится, с задним умом мы все крепки, я бы, конечно, этого мужчину расспросила обязательно, что в чемодане, попросила бы открыть чемодан, а там бы уже, конечно, смотрела, как бы он реагировал, понимаете? А на сегодня у меня для вас всё, друзья. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось. И, пожалуйста, берегите себя в это трудное время. Всего вам доброго. Всем пока-пока.